Волт в центре корпоративного обмена информацией. Прошу приветствовать. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Всех еще раз приветствую. Я на самом деле хочу начать с того, что то, что у нас в принципе эта секция, мне коллеги спонят, подскажут, снова занимает целый день. Это уже для нас большая удача. И мы, честно говоря, приложили к этому много усилий, потому что на университете у нас много информации, все хотят выступать, рассказывать про свои успехи. Но нам удалось вот именно сконцентрировать целый список интересных, на мой взгляд, докладов в одном месте именно про Волт. Я начну эту секцию с того, что обозначу, постараюсь обозначить позицию компании Autodesk в части развития этого продукта. И, наверное, главный фокус будет на стратегию развития Волта в части обмена информации, как мы это понимаем вообще во всей корпорации, во всех странах. То есть не только в России, но и в целом. Так, где у нас кликер? Ну давайте еще раз вспомним вот эти вот цифры. Их уже не один раз показывали, что у нас на самом деле обмен информации и работа с информацией несовершенны. В рамках проектных компаний, в ПГСе, проектных компаний в цифровом производстве, в машиностроении, в конструировании. Уходит до 15% потери времени на направлении данными, множество проблем с поиском информации, повторным использованием, поиском версий. Но если так все это суммировать и перевести на такие привычные и понятные величины, в среднем, это данные все официальные, не мы их придумали, можно потом посмотреть, откуда взяли, до одного дня в неделю уходит на то, чтобы просто найти и верифицировать нужную информацию у компаний. То есть пять дней рабочая неделя, один день уходит на поиск информации. Это, конечно, нехорошо, поэтому надо что-то с этим делать. Собственно, о чем этот доклад? Здесь я постараюсь не касаться технических моментов. Наши коллеги сегодня подробно поговорят про технические возможности и доработки. Я буду касаться именно работы с информацией в рамках Волта и работы с информацией, которая идет вовне периметра. То есть внутри компании и про взаимоотношения с другими подрядчиками, заказчиками, участниками проекта. Давайте начнем немножко с истории. Я решил начать все-таки с России. У нас Волт в России уже около 10 лет. Он локализован. Велась довольно большая работа по его локализации офисом автодеска в течение многого времени. Существуют разные способы подхода к внедрению. Кто-то внедряет документооборот запроский до внедрения работы с моделями, до BIM, до электронного макета изделия. Кто-то сначала занимается повышением уровня проектирования, потом задумывается о документировании. Оба подхода имеют право на жизнь. Совершенно разные компании подходят к этому по-разному. У нас уже есть множество пользователей. Я думаю, все вы знаете, у нас есть история успеха, есть новый сайт истории успеха, где можно про это почитать. У нас сейчас довольно-таки остро встает вопрос про использование улочных технологий. С одной стороны, мы всячески это развитие поддерживаем. И у нас есть отдельные секции про Forge и про BIM 360 и про другие продукты, про Fusion. Но для больших компаний, для промышленности, для оборонных предприятий этот вопрос очень сложно решается или почти не решается. Им нужно, чтобы все данные были в их периметре, на их серверах и компьютерах. Поэтому использование Валтая полностью под этот подход подходит. И вот на вашем экране слайд, который нам предоставила компания НЛМК. У них была презентация, по-моему, вчера. Там было подробнее про их проекты. Видите, такие вот сложные проекты. Они тоже используются и работают с участием Валта. Пару слов про историю в целом. Продукт развивается уже много лет. Сначала он и назывался по-другому, да, и его развитие было такое вот поступательное. Потом появилась целая коллекция продуктов на основе Валта. Валт Профессионал, Валт Коллаборейшн. Многих было разных изменений. На моей памяти то исчезали редакции, то появлялись. Различный функционал в них входил и уходил. Давайте посмотрим кратко вот эти вот вехи. Сначала Валт работал в инвентаре. Он в инвентаре был в его браузере. С этого все начиналось. Тут даже есть коротенькие видео. Сейчас не знаю, запустится или нет. Можно там, пожалуйста, видео запустить? Давайте попробуем. Ну, это на самом деле не принципиально. Давайте я тогда просто пролистаю. Волс в браузере инвентара. Ну, да, вот здесь вот чуть-чуть есть маленькие видео. То есть, видите, такой уже, да, похожий вид на текущий интерфейс Валта, но он намного в таком более компактном виде. Вот. Потом, собственно, сам Валт в инвентаре. И, наконец, мы приходим к нашим привычным панелям, когда панели встроены в совершенно-совершенно разные продукты. Это не только инвентар, да. Вы здесь видите, слева у нас есть весь стэк продуктов. Это и цифровое производство, и ПГС. И большинство из них именно поддерживается на уровне утилиты, которая встраивается в продукт. То есть, это не какой-нибудь там внешний плагин, да, там специальная панель, которая работает внутри продукта. Инженеру нет никакого необходимости открывать какие-то сторонние продукты. Он работает в своем сапре и спокойно оттуда взаимодействует с Валтом на предмет передачи туда данных, которые он наработал. Ну и, кроме того, поддерживаются офисные продукты, поддерживаются некоторые сторонние сапры. Очень катенько про лесну. Валт в инвентарах сейчас выглядит вот так вот. Валт в автокад, в механикал, в электрикал. ПГС тоже не забыли, поэтому давайте посмотрим, как он выглядит в Ревити, в Сивиле, в Nevisworks. И во всей линейке автокада, которые сейчас вошли в One Автокад, всеми ими можно пользоваться. Тоже с ними все нормально работает. План 3D тоже используется довольно много сейчас, пока все не перешли на Revit. Ну и в том числе в 3ds Max. Ну я тут могу сказать, что в практике мировой все-таки Волт больше является продуктом для производства, для машиностроения. В практике российской у нас так вот повелось, что, наверное, у нас сейчас, ну, процентов 60, наверное, проектов, это именно из стройки. То есть компании используют Волт для строительных проектов. То есть такой опыт есть, и даже чуть больше, чем опыт с производством. Ну, давайте подытожим эту часть. Итак, если мы говорим про использование Волта для нужд самой организации, Волт является тем продуктом, который обеспечивает оптимизацию процессов, работу с информацией, и общую работу, совместную работу между людьми. Соответственно, тут вы видите такой вот схематичный периметр организации, или как он тут называется, фаервол, да, и вы видите, что все эти люди работают в едином закрытом пространстве, которое можно организовать в контуре компании, совершенно разные-разные роли, все они обмениваются информацией, ну, я думаю, все знают, да, там, возможности Волта там по версионности, по архивированию, по поиску данных, да, по сортировке и так далее. Ну, еще раз скажу более подробное, будет чуть позже об этом. Теперь давайте взглянем на этот вопрос немножко пошире. Вообще у нас часто так бывает, почти всегда, что проекты реализуются не только внутри одной компании, но и затрагивают каких-то внешних участников. Какие же есть инструменты сейчас для того, чтобы нам с ними тоже работать в встроенном ключе, обмениваться информацией удобно, современно и практично. Во-первых, у нас есть возможность предоставления доступа. Во-вторых, у нас есть возможность передачи данных. И в-третьих, у нас есть возможности по двусторонней работе с полным доступом к элементам и свойствам самой модели. Давайте сейчас все эти возможности потихонечку коснемся более подробно. Вот на этом рисунке показано, что Vault является как бы центром передачи информации и к нему идет коннект от утилит и продуктов, которые организуют совместный доступ, которые организуют обмен информацией и организуют работу с моделями. Вот все они на вашем экране. Сейчас я каждую из них подробнее расскажу. Наверное, какие-то кусочные представления у вас о них есть, но каждая из них развивается. Сейчас вот она из себя представляет такую уже законченную технологию, которую можно спокойно реализовать в проектах. Ну, я думаю, что немногие об этом знают или немногие знают об этом в полной мере. Итак, давайте с самого начала. Первое — это передача прав просмотра, возможности по просмотру в браузере. Итак, у нас работа выйдется, допустим, в инвентаре, потом она управляется с помощью Волта. В дальнейшем требуется каким-то другим людям, там заказчику, поставщику на производство это показать. У нас раньше был продукт, который назывался, если я не ошибаюсь, Басо. Сейчас его нету. Как это сделать? Волт взаимодействует с просмотрщиком, и мы можем предоставить внешний вид модели, дать доступ вот этим вот людям к ней, для того, чтобы они ее оценили, сделали свои замечания, да, и дали нам какую-то обратную связь. Как это работает? Во-первых, есть специальный инструмент по публикации. На вашем экране вот его интерфейс. Довольно он простой, понятный. Тот человек, который получает доступ на информацию, какие у него есть возможности? У него есть возможности по, собственно, просмотру на любом устройстве, в любом месте. Можно там на iPad, можно на телефоне. Не надо ничего ставить. Можно делать комментарии. И есть передача сообщения через email, которая сообщает то, что комментарий появился для тех людей, кто эти модели выложил. Далее, со стороны самого проектировщика или проектной компании, да, или тех, кто модель владеет, работает, выкладывает. У них есть специальный интерфейс для доступа ко всем выложенным моделям или их частям в одном месте. У нас есть гибкая настройка работы с ними. И у нас есть целый стэк возможностей по поиску, сортировке, управлению правами доступа, удалением, да, и так далее. То есть не нужно думать, кому кто дал там ссылку, не нужно никаких там дропбоксов, имейлов. Можно это сделать быстро и четко понимать, что происходит, кому что отдали, кто что просматривает и какие приходят замечания. Сразу по поводу форматов. К сожалению или счастью, это работает не для всех продуктов. Тут показаны некоторые продукты, с которыми это работает хорошо. Это в основном продукты для машиностроения. Это не работает для Revit и Nevis, но, наверное, понятно почему, потому что там есть продукты BIM 360, которые полностью закрывают эти потребности. Чуть позже про интеграцию с BIM 360 сейчас тоже поговорим. Ну и кроме того, помимо вот этих форматов, есть еще около, я посмотрел, у меня есть вот эта подборочка около 20 форматов разных. Там универсальные форматы данных, форматы сторонних сапров, машиностроительных в большей части. То есть вот это вот универсальные форматы, там их еще около 15-20 штук можно будет отдельно посмотреть. Переходим дальше. Это уже работа с данными, передача данных. У нас есть Afterdesk Drive. Afterdesk Drive – это удачное хранилище, но оно чаще всего используется или, скажем так, применимо для малых, средних компаний, потому что оно не очень большое. Давайте сразу перейдем к возможностям. Это до 25 гигабайт информации. Оно идет уже в комплекте с подпиской с инвентором и волтом воргруппу Professional. То есть отдельно не нужно ничего там покупать, уже есть. Поддерживает очень много типов данных. Как вы видите, сразу же уже в браузере у вас есть предпосмотр этих форматов. То есть не надо там гадать, что внутри файла, сразу все видно. И очень легкая синхронизация с вашим компьютером, да, или сервером. То есть, ну, все интуитивно, понятно, и можно, когда нужно выкладывать какие-то файлы уже или другие данные, этим вариантом воспользоваться. С точки зрения того, кто выкладывает данные, во-первых, это делается напрямую из волта, во-вторых, есть специальные отчеты о трансфере данных, то есть, опять же, это все документировано, можно потом понять, что выкладывалось, когда, для кого, да, и сколько еще объем информации можно выложить, сколько еще осталось на диске. Если говорить про доступ внешний, как это выглядит, вот здесь вот внешний вид от этого вот окна. Участник получает доступ к самим файлам, у него есть доступ к виссионности, то есть, все версии или некоторые, у него есть доступ к сборке каким-то частям изделия, к чертежам и к свойствам. Ну, то есть, фактически, он может даже на уровне этого драйва, да, довольно глубоко проникнуть в проект, посмотреть его сущность. Дальше. Третья часть, да, это уже такая вот проактивная работа в проекте. То есть, когда нам необходимо на наш проект расшаривать с другими участниками для того, чтобы они активно влияли на сам проект в плане его доработки, разработки и изменения. Может быть, какие-то смежные отделы. В этом случае идет интеграция с Fusion Team. Вот так вот выглядит схематично данный коннект. То есть, у нас есть, опять же, Vault, который работает внутри компании. Дальше у нас есть Fusion Team, который является вот этим вот звеном, который встает между внешними участниками и компанией. И происходит обмен как в 2D, так и в 3D формате. То есть, там возможности, по сути, очень широкие. Ну, во-первых, это двусторонний доступ, полный доступ к модели к кио-структуре, гибкие права на отдельные элементы, то есть, можно кому-то выдавать часть модели, кому-то целую на изменения. Можно создавать новый проект и потом уже людей, которые в компании, приглашают в него. Ну, и работы для подписчиков Vault Pro. То есть, с Vault Pro идет в комплекте. То есть, если внешние компании, например, работают во Fusion, они могут спокойно в проекте поучаствовать очень-очень активно с помощью такого подхода. При этом никак безопасность ваших собственных данных не нарушается, и ваши данные никуда не утекают. Чуть более подробно про свойства. У нас, как я уже сказал, гибкие права доступа. Тут вот есть несколько слайдов про этот интерфейс. У нас есть возможность по подгрузке и передаче всех данных, независимо от ссылочной структуры исходного файла. То есть, они просто все упаковываются, передаются. Потом не будет такого, что какой-то ссылки нету, там файл бит и так далее. Проверяется на полноту. Есть различные ограничения, возможности ограничений на запрет изменения, на частичные изменения и так далее, ну и другие функции. В принципе, довольно гибко. Синхронизация происходит в обе стороны. То есть, если люди за периметром изменяют информацию, то есть, если в Волтон тоже подгружается, и ей присваивается следующая версионность и так далее. Есть обмен данных по расписанию. То есть, можно назначить там каждый, не знаю, каждую ночь, чтобы исхронизация была там или каждую неделю, как кому это нужно. Ну, довольно гибко тоже уже это есть в комплекте. Вот. И есть для администраторов, для тех, кто управляет Волтом, есть монитор прав доступа, тоже все довольно удобно. Теперь несколько слов про работу с строительным, скажем так, сектором. Тут идет полная аналогия с Fusion Team. Только здесь у нас это получается линейка продуктов ВИМ-360. Соответственно, давайте посмотрим, что было изначально, да, как работа велась до сих пор. Тут красивая была анимация, но я думаю, мы ее пролистнем, сразу увидим конечную картинку. То, что совершенно разнородные какие-то папки, облачные ресурсы, облачные хранилища. Был BASO, сейчас его нету. Почта. Ну, несистемная передача. И потом, кому что передалось, какая версия, непонятно. То есть в компании идет слаженная работа на уровне Волта. Как только появляются какие-то подрядчики, сразу же с ними все по-особому. Сейчас предлагается немножко это все дело поменять. То есть у нас есть BIM 360, который интегрирует в себя всех участников проекта. У нас тоже есть отдельные секции по этому продукту. Если кого-то интересует, пожалуйста. Ну, то есть я могу этот слайд объяснить так, что у нас часто спрашивают, что лучше, Волт или BIM 360. То есть на самом деле эти продукты, они для целого ряда проектов, они не конкуренты, они скорее те составляющие единого предложения или единой системы, которые могут работать вместе. Если проект большой, если требуется защита данных на уровне отдельной компании, можно использовать Волт, можно использовать BIM 360 для работы с заказчиками, подрядчиками и так далее. Есть такие примеры, и у нас есть целые такие показательные кейсы, например, на Ближнем Востоке по работе с муниципальным заказчиком, то есть государством, который примерно такой подход и уже внедряется, использует. Пару слов про Stop Connector. Ну, технология довольно давняя, простая, в то же время. Хочу еще раз ее упомянуть, чтобы для полноты картины. У нас есть возможность создания виртуального диска, который очень удобно использовать прямо в проводнике. работы в вашей операционной системе. И потом, соответственно, данные очень удобно, которые там передаются, уходят в продукты Autodesk BIM 360 или Fusion Team. Тоже можно использовать, все работает бесплатно. Итак, еще раз вот этот слайд. Есть при использовании Vault, при необходимости обмена с внешними командами, есть три уровня доступа, если хотите. Первый на уровне вьюера, второй на уровне обмена данными, третий на уровне реальной работы в проектах. Соответственно, мы можем организовать обратную связь, можем организовать передачу данных, можем организовать полноценную совместную работу. Ну и на этом слайде тут есть некоторые вещи, которые для этого понадобятся. То есть, какой нужен уровень подписки и что еще здесь требуется для использования. Я этот слайд немножко уменьшил. Там, на самом деле, в исходной презентации чуть-чуть больше рассказано про технические моменты. Там еще два слайда есть. Сейчас у нас концепция не позволяет все показать. И если кому интересно, то я могу прислать. Ну и все-таки пару слов про Fusion Lifecycle. Он у нас, как известно, в России пока не поставляется, не работает. Мы над этим работаем. Скоро, надеюсь, ситуация изменится. Но я думаю, эта презентация была неполной. Если бы я не упомянул связку Валта с Fusion Lifecycle, Fusion Lifecycle тоже постоянно развивается. Он такой продукт, который недавно выведен в линейку продуктов от Adesco. И нас все время спрашивают ответ на вопросы, особенно, когда мы говорим про жизненный цикл цифрового производства. Что вы скажете по поводу PLM? Где у вас PLM? У вас его нету? Что нам делать? Соответственно, вот Fusion Lifecycle, он как раз встает на то место, где раньше был или должен быть PLM. Я, честно говоря, не являюсь суперспециалистом по PLM, не стартек. Но мы сейчас очень глубоко ввлеклись в эту тему, потому что занимались разработкой первого руководства для цифрового производства. Сейчас я покажу на экране, что в итоге вышло и где это можно посмотреть. И, как вы знаете, буквально неделю назад компания Siemens, которая раньше называлась Siemens PLM, она свое название тоже поменяла, теперь нет PLM. То есть парадигма самого PLM, она немножко видоизменяется, и компания Autodesk, она занимает такую позицию, что PLM в классическом виде у нас его уже не будет. А PLM в новом виде, когда это является гибкой структурой, естественно, связанной с облаком, у нас будет развиваться. Поэтому если говорить про управление изменениями, управление качествами, ведомости материалов, связкой с поставщиками, с логистикой, с ERP-системами, с информацией, то все это закрывается в Fusion Lifecycle, и Fusion Lifecycle тоже имеет гибкий Connect с Valton. Поэтому давайте немножко подождем. Я думаю, что в течение следующего года у нас Fusion Lifecycle появится в России, мы побольше про него расскажем, про то, как все это работает, как это выглядит, и чем это лучше классического PLM, почему мы туда идем. Этим слайдом я уже завершаю свою презентацию. Еще раз на экране все эти технологии, про которые шла речь. И завершаю доклад как раз этим вот руководством. Сегодня в 16.40 будет его презентация. Если очень кратко, в нем есть три главы. Первая глава про цифровизацию как таковую, зачем она нам нужна, что это такое, что такое цифровой двойник, с чего начать, как подойти к написанию стратегии, кто для этого нужен и так далее. Второе, собственно, это сами процессы, то есть рассмотрены классические процессы работы машиностроительного и некоторые другие отрасли, которые работают на всем жизненном цикле изделия. И третья глава, как продукторы FTD реализуют все вот эти классические инструменты. Но я считаю, что документ получился довольно-таки ценным, интересным и для вас как минимум в какой-то части будет полезным, если даже многое знаете, что-то окажется новым. Поэтому я вас приглашаю туда на эту презентацию и после этого мы в течение еще одной недели будем по итогам этой презентации соберем пожелания, какие-то заявки на какие-то мелкие исправления, то есть еще чуть-чуть позволим себе услышать вашу обратную связь и в конце месяца он будет выложен на известной странице, где лежат другие наши стандарты, шаблоны в интернете. Ссылка там наверху, она рабочая, можно будет по ней пройти, скачать и использовать. Документ открытый, свободный, копирование, пересылка, любая интерпретация, все это возможно и абсолютно легально. Спасибо. Спасибо, Петр. Коллеги, имеются ли какие-то вопросы? Имеется вопрос. Подскажите вот такой вопрос, кому по технической поддержке по Волту можно обращаться? Просто вот там есть проблема, я ее на форуме озвучил, никто не решил, через софтлайн тоже они вроде с кем-то связывались и до сих пор. Можете представиться? Да, бим-менеджер Биони Пинефть, Риот Евгений. Хорошо. Смотрите, ну я, наверное, для кого-то не открою какую-то тайну, да, у нас структура работы трехступенчатая, у нас есть офис Autodesk, который работает в Москве, есть дистрибуторы, есть партнеры. Соответственно, дистрибуторы у нас работают, они выделенные, уникальные, работают один дистрибутор по направлению строительства, другой по направлению машиностроения, цифропроизводства. И Волт, так вот получилось, да, с прошлого года полностью у нас Волтом занимается компания Point, как раз она сегодня является главным организатором этой секции. Вот, поэтому если партнер не справляется и как-то вам не может помочь, вы идете к дистрибутору или он идет к дистрибутору. Если вы не знаете, кто дистрибутор, кому там обратиться, можете через партнера их узнать или через нас. Мы открыты, общаемся через разные там быстрые мессенджеры, тоже довольно гибко. Вот. Если дистрибутор не знает, он приходит к Autodesk. Если Autodesk нет специалистов в России, он подтягивает специалистов в мире. В мире работает 8000 человек, поэтому там есть энное количество суперспецов по ПТУ. У нас есть техническая поддержка, которая находится в Европе, работает с пользователями. Создаются кейсы, эти кейсы решаются, отслеживаются. Если Волт или связка Волта с каким-то продуктом доказана, что это ошибка, есть продакт-менеджеры, которые работают, они какие-то ошибки исправляют очень быстро, какие-то ставят себе в пайплайн, исправляют, в новом релизе или в новой версии уже могут быть исправлены. То есть, вот эта связка между нашим офисом, техподдержкой, Autodesk и продукт-менеджерами, она рабочая. Это уже на протяжении двух лет тянется. Была ошибка в 2019 версии и в 2020 то же самое. Получается, если проект в Волте создан на более ранней версии, то быстрые ссылки с EVO 3D не работают. Ну, я давайте кратко отвечу, что есть ряд таких проблемных мест, действительно. Давайте, я сейчас не владею информацией конкретно вот по этой ошибке, вам не отвечу. Давайте конкретно номер кейса посмотрим. Если он у вас есть, мы его откроем, посмотрим, какая там ситуация. какой там ответ и что нам дальше делать. Если там нет номера кейса, то надо кейс создать, потому что если нет, это не додокументировано, не написано, когда это возникает и с какими продуктами это происходит, это только на уровне разговоров по телефону или там по почте, то мы об этом даже, может быть, не знаем. Если это проблема типичная, то, скорее всего, есть ответ на этот вопрос, когда это будет сделано или что с этим делать. Ясно. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Так, вопросов больше нет. Петр, спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok